На минувшей неделе в Кольцово прошел день донора. Кольцовская больница по 6-7 раз в год предоставляет областной станции переливания крови помещение и подыскивает доноров. С 2007 года у нас произошла реструктуризация нашей всей службы крови, то есть объединение с областью и с городом. То есть наш центр стал как бы единым донорским центром по области. Но и по отчетам, которые проведены в июле 2007 года, показалось, что мы практически полностью обеспечили город и область качественными компонентами и препаратами донорской крови. Наша служба заготовила по отчетам нашу область 18 тонн крови. За год? За год. За прошедших год. Обычно в Кольцово в день донора приходит 30-50 человек, желающих сдать кровь. Донор получает 300 рублей на питание и выходной день. Однако главное вознаграждение – это не деньги, а чья-то спасенная жизнь. Мне помогать людям же надо как-то. Слушаем же передачи, смотрим. А вдруг когда-то мне понадобится кровь. Нужно сдавать. Я думаю, что каждому нужно сдавать кровь. Вообще это очень даже и полезно, и нужное дело делаем. Я считаю, что нужно сдавать кровь. Для того, чтобы обеспечить регион кровью, необходимо 40-60 доноров на 1000 человек в год. В нашем регионе этот показатель значительно ниже – 13 доноров на 1000 человек. В большинстве европейских стран донорство поставлено таким образом, что люди сдают из альтруистических побуждений. У нас люди тоже могли бы… Я думаю, что количество доноров у нас не меньше, чем в Европе было бы. Но если бы с частных предприятий людей свободно отпускали для дачи крови. Мы столкнулись с такой проблемой, что многие работодатели частных предприятий говорят нам легче, чтобы люди работали, то есть не дать им дать кровь, нежели бы они пошли и потратили время на дачу крови. То есть в связи с условиями работы у человека нет возможности сдавать кровь. На государственных предприятиях законодательство в сфере донорства соблюдается. А в коммерческих структурах пособия выходного дня, выдаваемые донору, почему-то считают недействительными. Тем не менее, в день донора в больницу приходят люди, которые хотят поделиться частичкой себя ради сохранения жизни и здоровья незнакомого больного. Уже второй год в Наукограде Кольцова реализуется национальный проект здоровья. В 2007 году в поликлинику поступило новейшее оборудование на сумму более 8 миллионов рублей. Это достаточно большой список оборудования. В разных его применениях, это диагностическое в основном оборудование. Это флюорографический аппарат, это маммограф, это ультразвуковые два аппарата. Это для определения фитальный монитор. Это другие аппараты, которые необходимы для диагностики и раннего выявления заболеваний у нашего населения. Так, с декабря прошлого года в рентген-кабинете поликлиники функционируют два новых аппарата. Компьютеризированный маммограф, позволяющий диагностировать заболевания молочной железы, и цифровой флюорографический аппарат, выявляющий патологии легких. Доза облучения на пациента в 10 раз меньше, чем у предыдущего аппарата. Доза облучения регистрируется там на панели управления, выводится, лаборант видит, и она проставляется в карточку пациента. Значит, снимок передается на экран компьютера врачу с помощью цифровых технологий, вот на вот этот вот экран. И здесь уже, значит, он, я смотрю его, значит, компьютерная обработка, можно этот снимок развернуть, можно увеличить, можно контрастность увеличить, значит, и хорошо посмотреть. Новый аппарат таит в себе множество новых возможностей. На нем можно обследовать до 60 человек в час, а результат будет известен сразу после проведения процедуры. Пройти обследование на новейшем оборудовании может любой. Прикрепленный к Кольцовской поликлинике житель Наукограда, Барышева и других прилегающих районов. Абсолютно бесплатно. Все имеющие показания к обследованию, они проходят бесплатно. Вот, по ультразвуковому исследованию то же самое, бесплатное. У нас введена талонная система, и врач дает направление уже, талон, и пациент может прийти по обозначенному времени, обозначенной дате на обследование в кабинет ультразвуковой диагностики. Посмотреть органы брюшной полости, посмотреть сосуды, шейные сосуды, ну и посмотреть, исследовать органы малого таза. Это все будет бесплатно. То есть по национальному проекту все оборудование должно использоваться бесплатно. Такое назначение вот этого проекта и назначение вот этого оборудования. Продолжение следует...